Враг хочет сбавить наши обороты, он знает, что уже пришел последний час, поэтому посылает нам дремоту, чтоб от работы отвлекать всех нас. Враг хочет угасить огонь в сосуде и между тем такую ложь внушить, чтобы трудились меньше Божьи люди, чтоб было больше времени грешить. Кто в церкви пел, оставил, возгордился, сказав, что времени на это больше нет, а кто-то за детей пять лет постился и перестал, не получив ответ. Поэт писал о Боге вдохновенно, сердца людские направляя ввысь, но и к нему враг вкрался постепенно. И ты много написал, остановись. Кто отложил перо, а кто гитару, кто Библию пореже стал читать, а кто-то в спину, получив удары, решил поменьше братьям доверять. Враг хочет сбавить наши обороты, замедлить, а потом остановить. Он будет отвлекать нас от работы, наш труд духовный будет его злить. Враг ненавидит вечность, посвященность, усердие для Господа Христа. Он знает, остужаться нашу склонность. Стратегия противника проста. Что проще может быть обычной лени? Привыкли видеть мы врага в другом и говорить, что нету вдохновения. Давайте к вдохновителю придем. Давайте с Ним лицом к лицу общаться. Давайте бремена здесь оставлять. И будем возгораться, вдохновляться, молиться, верить и за других стоять. Тогда пусть труд любой Господь поручит. Мы будем рады выполнять Его и с каждым годом преданий, и лучше, и с каждым часом только для Него. Вот Библия, перо, гитара, ноты и веник с тряпкой пол здесь вытирать. Здесь есть сердца и руки для работы. Давайте разбег еще сильнее набирать.